В отношении мужчины, который в Гомеле на площади Ленина подвесил и поднял на флагшток бело-красно-белое полотно, возбуждено уголовное дело. Сам обвиняемый признался, что рассчитывал максимум на штраф и не знал, что за такие действия по закону может грозить наказание вплоть до ограничения свободы. В общем, расследование ведется, но мужчина уже назвал свой поступок как минимум необдуманным, выражающим неуважение к чувствам окружающих. О некоторых фактах дела и значений бело-красно-белой символики далее в сюжете. Эта история произошла 16 августа. На акции протеста к флагштоку на площади Ленина подошло несколько человек. Один из них опустил государственный флаг, другой снял его и прикрепил к тросу бело-красно-белое полотно, а потом поднял на вершину флагштока. Инцидент, естественно, не остался незамеченным и попал в объективы многих очевидцев, которые снимали это на телефоны, а потом выкладывали в социальные сети. Смешно и весело было и самому придумщику такого неординарного решения. Правда, ровно до того момента, как объясниться попросили правоохранители. Откуда у вас бело-красно-белый флаг? Это не мой. А чей? Это какой-то парень подхозил, дал. Просто дал вам парень какой-то? Ну, его искали, чтобы он дал флаг, чтобы было парень здесь какой-то другой. И как-то из шалости это мне показалось, наверное, что это будет весело, прикольно. Статья 370 Уголовного кодекса. Надругательство над государственными символами. Здесь уже ничего прикольного. Санкция предусматривает штраф. Наказание исправительными работами сроком до двух лет. Арест или ограничение свободы сроком на один год. А ведь действительно, многим нравится бело-красно-белая символика. Люди находят сочетание цветов приемлемым. Создателем флага называют Клавдия Душ-Душевского. Политического деятеля, писателя и архитектора. Он использовал исконно славянские цвета. Столетия назад участвовал в белорусском национальном движении. В 1918-м человек с таким мировоззрением, конечно же, одобрил провозглашение Белорусской Народной Республики. Она была создана в условиях оккупации Белоруссии кайзеровскими войсками. Ну и за признанием лидеры БНР обратились к германскому императору Вильгельму. Ну и потом, когда Красная Армия освободила территорию Белоруссии, значит, Рада БНР вместе с флагом убыла, так сказать, за пределы. Находились в Литве и Польше. Ну и, собственно говоря, в условиях, так сказать, нахождения за пределами, вот между Красной и Белыми полосами, появилась небольшая черная линия, как бы, ну, такая траурная. То есть они сожалели о том, что покинули Родину и так далее. Во время Великой Отечественной войны на оккупированной фашистами территории «Бело-красно-белый флаг» начинает использоваться вспомогательными полицейскими отрядами. Белорусы, перешедшие на сторону солдат армии вермахта, ведут военную и карательную деятельность против своих, сдают информацию о местонахождении мирных жителей, участвуют в расстрелах, борются против партизан. Местные, так сказать, предатели тоже получили разрешение использовать символику белочевого на белый флаг для своих формирований. Некоторые на полицае носили повязки соответствующие. Ну, а на территории области были разные подразделения, скажем, так называемая белая команда «Буглая». Он дослужился там, получил офицерский чин и, в общем-то, совершал антипартизанское такое действие. Это одна из тактик тех формирований коллаборационистских, которые создавались в целом Белоруссии. За время оккупации на территории нынешней Гомельской области было уничтожено и сожжено 1126 населенных пунктов. Только в областном центре фашисты ликвидировали более 135 тысяч человек мирного населения. А в окруженной лесом деревне Алла, где люди попытались скрыться на время зимних праздников, заживо за раз были убиты и преданы огню 1758 человек. Из них 950 детей. И от всего этого полицаи не были в стороне. Они часто переодевались в красноармейцев, вернее, в партизан, приходили в населенные пункты, выявляли сочувствующих партизанам, а ночью приходили и вырезали целыми семьями. Пятно в истории народа, коллаборации. Конечно, по числу коллаборантов советская Белоруссия не являлась лидером среди стран СССР. Но бело-красно-белые флаги регулярно вывешивались около объектов, в которых велась пропаганда национализма, насквозь пропитанного фашистской идеологией. Использовались полотна при присяге Гитлеру, а также по другим торжественным случаям. Коллаборация взяла, возможно, что очень опорочила эти символы. Если, допустим, многие сегодня ссылаются, что и в других странах использовалось, там Руа использовала, скажем, цвета, там бело-красно-синие, которые сегодня присутствуют у наших соседей на государственном гербе. Но проблема-то в чем? Там воинские формирования Руа, их только нашивки были. Если бы у нас ограничились повязками, но у нас в полном объеме, разразвернутыми знаменами маршировали по Минску. Вот есть фотографии у дома правительства, когда, так сказать, эти формирования коллаборационистов маршируют и так далее. Вывешивать у себя дома или обматываться в полотна бело-красно-белой символики закон не запрещает. Но знать об исторических фактах использования этих цветов должен каждый белорус. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова